Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость. Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат. В повестке были и другие важные вопросы. Подробнее в нашем сюжете. Законопроектом устанавливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем. Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становится отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора. Законопроект направлен в первую очередь на защиту прав работников, работающих удаленно. Он вводит три категории. Постоянных дистанционных работников, временно удаленных работников и комбинированная работа, которая включает в себя сочетание удаленной и стационарной работы работника. По данным Росстата, в 2019 году из более 67 миллионов занятых лишь 30 тысяч работали дистанционно на официальной основе. По данным Минтруда, в период пандемии коронавируса 6 миллионов россиян перешли на удаленную работу. Но законодательство недостаточно регулирует эту сферу, хотя в Трудовом кодексе есть статья о дистанционной занятости. Законопроектом гарантируется, что зарплата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объема работы, указанного в Трудовом договоре. Очень многие вынуждены были работать на удаленке, как обычно говорят. И в этой связи новые трудовые правоотношения, конечно, должны быть закреплены. Мы считаем, что эти нормы абсолютно нужны, и наша фракция «Справдив Россия» данную инициативу наших коллег из Единой России будет поддерживать. В случае принятия поправок уволить дистанционного работника можно будет только по тем основаниям, которые закреплены в нормах Трудового кодекса. На сегодняшний день законопроект поддерживает все стороны социального партнерства. С учетом высказанных замечаний, ко второму чтению депутаты намерены текст доработать. Направления будут определены в специальном расширенном постановлении. У нас есть также свои предложения. Фракция ЛДПР их направляла оплачивать интернет, чтобы работодатели оплачивали людям, которые работают на удаленном формате, непосредственный интернет. В регионах иногда стоимость интернета и гигабайтов интернетов доходит, и люди платят двух. И я слышал, что даже 6 тысяч рублей некоторые вынуждены платить в месяц. В окончательной редакции документ планируется принять до конца года с тем, чтобы он вступил в силу уже с 1 января. Весенняя сессия на этой неделе завершается. Надо все успеть так, что в повестке множество других важных вопросов. В Госдуму внесен первый законопроект во исполнение обновленной Конституции. А именно в обеспечении поправки в основной закон о защите территориальной целостности. Согласно изменениям, отчуждение территории Российской Федерации предлагается приравнять к экстремистской деятельности. Срок за нарушение территориальной целостности РФ может составить до 10 лет. Если вы внимательно посмотрите на Конституцию, законодательство США и других стран, то эти вопросы там давно отрегулированы. Призывы к расчленению, отделению каких-то территорий, проявления сепаратизма жестко наказываются. Наступило время и в России отрегулировать эти вопросы должным образом. Также Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняла проект постановления о плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию, внесенное на рассмотрение Комитетом Государственной Думы по контролю и регламенту. Так планируется провести семь встреч с членами Кабинета министров.